Всем привет, с вами снова Элина, и сегодня я снимаю еще одно видео по запросу. Этот запрос на тему отношений, одна из моих любимых тем. Я буду зачитывать понемножку эти вопросы и на них отвечать постепенно. Значит, первое. Интересно было бы узнать, какой идеал мужчины по качествам, действиям и тому подобное ты считаешь достойным. Вообще, я хочу сказать, что у меня никогда не было прям такого конкретного идеала мужчины. То есть, наверное, у некоторых есть, например, что мне нравится блондин с головыми глазами, метр восемьдесят, там, не знаю, с чувством юмора, с высокими доходами, у которого хорошая семья, хорошие родители, и он учится на психолога. Я не знаю, но, в общем, у меня такого нет. И никогда не было. Мне нравились разные молодые люди, наверное, всегда что-то их объединяло. Но, мне кажется, во всем есть исключения. Даже если у вас есть какой-то идеал мужчины, все еще вы можете встретить человека, который вообще не ваш тип, любиться в него, выйти за него замуж, например, и, собственно говоря, прожить им всю жизнь. Поэтому все эти идеалы, и все это, мне кажется, настолько навеянное, и все это с годами меняется. То есть, возможно, когда вам 15 лет, например, мне нравились раньше сноубордисты, какие-то экстремалы, неформалы. То есть, сейчас мне хочется уже, наверное, ну да, если бы я была в поиске, мне нравится, в общем-то, все равно обращаю внимание на мужчин, мне нравятся уже какие-то люди более высокого статуса, что ли, более серьезные, какие-то интересные. То есть, молодые парни с тоннелями в ушах уже не настолько привлекают, как это было раньше, поэтому вкусы меняются также с возрастом. Я могу сказать некоторые такие черты, которые так или иначе, наверное, я считаю, должны присутствовать в мужчине, или которые присутствуют и присутствовали в тех мужчинах, с которыми у меня были когда-либо какие отношения. Например, я могу сказать, что большинство из тех парней, с которыми я когда-либо встречалась, они были какие-то дерзкие. Меня никогда не привлекали парни, которые такие хорошие и правильные. И, наверное, таких девушек, как я, много. Потому что таких ботаников, правильных и хороших парней как-то, ну, не все любят, потому что это неинтересно. Девчонкам хочется азарта, какой-то игры, и мы такие немножко музыхистки, нам нравится, когда нам издеваются. Когда нам не пишут сообщения, мы начинаем подсаживаться на человека, ждать его сообщения, влюбляться. То есть, наверное, да, большинство девушек, женщин любят таких мужчин, которые более труднодоступны, которые такие все дерзкие из себя. Хотя, по сути, для брака нужно выбирать мужчин хороших. И девушки, которые это понимают и осознают это, и им такие парни нравятся, то вы, конечно, молодцы, я вам искренне завидую. Но я пока к этому не пришла, и все-таки вот привлекают почему-то такие плохие парни всегда, знаете, меня. Привлекали и привлекают, если я кого-то вижу. Я могу сказать, что такие правильные люди, во мне это очень сложно. Меня очень привлекает в людях спонтанность. Когда человек, готов любую секунду, вот, не знаю, вы можете сидеть дома и вот скажет, а поехали, не знаю, на Канары поехали, куда там, на Мальдивы поехали, в соседнюю страну, в Германию, не знаю, куда угодно. То есть, когда, ну или пошли на какое-то мероприятие, вот ни с того ни с сего. То есть, когда человек спонтан, когда он не сидит на одном месте, и вы никогда не знаете, где вы завтра с ним окажетесь, это очень весело. Ну, это подходит мне, потому что я сама люблю какую-то спонтанность. Я не люблю сидеть на месте, хотя сейчас это стало делать гораздо чаще, но, тем не менее, это классно, когда человек не такой вот, не домосед, а любит какие-то разные интересные времяпрепровождения. Это всегда очень круто. Естественно, чувство юмора. Оно, я считаю, должно присутствовать, оно очень помогает в отношениях, как мне кажется, помогает разрядить обстановку иногда. Ну, и просто это классно, когда ты постоянно смеешься над шутками. У меня раньше такие были тоже приятели, с которыми просто я вот ухухатывалась, мне прям было стыдно, что я ржу, как лошадь, постоянно. Но они реально были смешны. Вот. Ну, сейчас я бы не сказала, что мой муж как бы любит пошутить, но я не всегда понимаю его шутки. В большинстве случаев, наверное, по мне они не очень смешны. Ну, в Голландии вообще юмор такой своеобразный, немножко с уклоном на какую-то пошлость. Поэтому, да, в общем, я не очень понимаю их юмор в большинстве случаев. Но, тем не менее, юмор я понимаю как таковой, и я очень люблю и ценю, когда человек может хорошо пошутить, и сама люблю пошутить. Поэтому юмор это очень классно. Вот мне кажется, как для многих, наверное, опять же женщин, вот Иван Ургантон, мне кажется, классный в плане юмора. Такой человек, вот с ним, мне кажется, не скучно жить. Хотя, опять же, одно дело телевидение, другое дело жизнь. Как эти люди ведут себя в обычной жизни, в семье, мы тоже не знаем. Ну, короче, чувство юмора, мне кажется, очень важные довольно-таки критерии. Когда человек не может посмеяться над твоей шуткой и принимает все серьезно, это вообще, мне кажется, ужасно даже раздражать. Естественно, мужчина должен быть надежный. Каждая женщина хочет чувствовать себя в надежных руках. Что, скажем, когда она будет падать, мужчина ее поддержит, грубо говоря. Когда она будет убегать, он ее догонит. Такой надежный человек, который всегда спасет, всегда поможет, всегда поддержит во всем. В идеале, конечно же, это должно быть. И каждая женщина этого хочет от своего мужчины. Даже если это не всегда так и есть у него, каждая в этом все-таки, мне кажется, мечтает. Надежность это очень важно. В наше время, мне кажется, очень актуален вопрос щедрости. И я ненавижу жмотов. И не только в плане денег. Например, знаете, если я кушаю тортик, и моя подруга, или мой парень, или мой муж, кто угодно захочет съесть кусочек, даже если мне этого тортика покажется мало для себя, я все равно поделюсь. Потому что меня как-то так воспитали, что нужно делиться всегда. И это не потому, что чего-то недоставало, но просто, как мне научили, что нужно делиться. Вот, поэтому, ну, во всем как бы. Поэтому я считаю, что я человек, ну, довольно-таки щедрый. И, по крайней мере, я не жмот, как мне кажется. И я не понимаю, когда люди вот каждую копейку считают. Там, ну, едой со своей не хотят делиться, потому что им самим мало. В общем, жадность я не понимаю абсолютно. Меня это очень раздражает. Поэтому для меня щедрость это тоже важно. И во всем. Не только в деньгах. Ну, и в деньгах, в принципе, тоже. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы мужчина был образованный. Но, по крайней мере, хочется, чтобы он был какой-то заинтересованной личностью. То есть не такой, кто просто, да, день прошел, слава богу, а чтобы его интересовали многие вещи. Там, новости, обстановка в мире. В то же время искусство, я не знаю, чтобы человек разделял с тобой интересы. Чтобы можно было пойти в музей, например, на концерт, в цирк, ну, куда угодно, в театр. Чтобы человеку было все интересно. Потому что мне, например, все очень интересно. Я люблю посещать всякие разные мероприятия. И очень бы, конечно, хотелось, чтобы человек, ну, как-то вот поддерживал меня в этом. И так же со мной бы везде ходил. И ему тоже было бы интересно. Ну, конечно же, ум. Это само собой. Тупых мужиков никому не надо. Интеллигентность. Так же, конечно, очень бы хотелось, да. Потому что я, в принципе, из интеллигентной СМИ. И поэтому тоже бы хотелось, чтобы мой муж тоже был интеллигентный. Чтобы у него какие-то были хотя бы базовые манеры. И, да, конечно, очень еще хочется, чтобы он уважал мою семью. Чтобы, по крайней мере, если он не может общаться с семьей, чтобы он ее уважал. И я думаю, это тоже, наверное, важно для многих женщин. Особенно если вы в хороших отношениях со своей семьей, с близкими. Охота, чтобы люди были друг другу приятны. Потому что когда кто-то с кем-то враждует, кто-то кому-то неприятен, это всегда лишний негатив. Это никому не нравится. Естественно, верность. Очень хочется, чтобы мужчина был верный. Но если он не верный, по крайней мере, не хочется об этом знать. Вот. Ну это, да, уже, не знаю, наверное, вопрос верности с годами как-то тоже меняется. Но это уже тема другого видео, поэтому про ревность и про прочее. Поэтому сейчас не буду про это говорить. Что хочу на самом деле сказать, что, да, кажется, что, конечно, все эти критерии и многие другие, я сейчас не все назвала, должны быть соблюдены. Но, наверное, такого человека на 100% идеального не найти. Потому что, если человек выглядит 100% идеальным, вот даже есть такая песня у группы Pierces, что что-то тут не так. Ну не может быть человек на 100% идеальный. Везде где-то будет подвох, может, он просто будет играть такую роль. Поэтому, если у человека какие-то качества из этих не присутствуют, это не значит, что человеку вам не подходит, и вы с ним не можете быть. Я могу сказать по себе, что у моего мужа очень много критериев нет, которые мне бы хотелось, чтобы были, но тем не менее я вышла за него замуж по каким-то причинам. И поэтому вот, опять же, я говорю, что эти все идеалы и какие-то критерии, это все очень такое, не знаю, в каждой ситуации все по-разному бывает. Далее был такой вопрос. И что ты думаешь по поводу того, что мир перевернулся, и в основном мужчины ослабели? Все больше ждут действий от женщин. И где же те времена, когда были настоящие рыцари? На самом деле, я считаю, что да, мужчины ослабели. Они как-то обобели, что ли, как оженчились, как это называется слово. В общем, они, да, стали более какими-то женственными. И я думаю, это также, наверное, связано с тем, что женщины стали более мужественными. Да, особенно в Европе, я думаю, это очень сильно видно, что женщины борются за независимость. Они хотят наравне с мужчинами, хотят быть сильными, мерятся своими достоинствами какими-то. Хотя, вот по мне, я такая, знаете, old school. Мне хочется, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина была женщиной. Такие ladies and gentlemen. То есть, я не хочу бороться, что я такая же сильная, как ты, и я этот стол тоже могу подвинуть. Я могу быть, не знаю, во всем такая же, как ты. Я этого не хочу. Я хочу позволить мужчине быть мужчиной. И обращаться со мной так, как с женщиной. Я могу сказать, что, например, мужчины в Голландии, они не подходят знакомиться. Знаете, все равно я обращаю на это, конечно, внимание, потому что мы иногда ходим по клубам с девчонками, по барам. И, ну, они же не знают, замужем ты или нет. По сути, они все равно должны к тебе подходить, знакомиться, как это у нас в России, скажем, положено. Здесь они не подходят вообще абсолютно. Так конкретно, знаете, знакомиться, конечно, нет. Они могут подойти и сказать, что у тебя классная куртка. Или недавно ко мне подошел какой-то Мухаммед, мужчина, парень, сказал, что он хочет гулять с моей собакой, потому что ему очень понравилась моя собака. И, может быть, он мог бы с ней иногда гулять, когда мне некогда. Или мы могли бы как друзья вместе гулять. То есть подкаты, короче, тупые, конечно. Но хотя бы. Вот. А голландцы, как таковые, да, они вообще, они подходят. И, ну, может быть, если вам очень повезет, если они будут уже очень в хорошей кондиции, глянь, в баре, может быть, кто-то к вам подойдет. Но чтобы вас угостить напитком, это вообще, я не знаю. Тут все настолько в этом плане жмотные. Женщины хотят сами за себя платить, и это нормально здесь. Короче, вот, в общем, да. Мужчины здесь какие-то вообще не до мужчин, по моему мнению. И женщины здесь очень мужественны. Поэтому все понятно, такой процесс и начинается, что люди меняются местами, и люди меняются полами. Но самое, конечно, обидное, что, да, мы девушки, мы привыкли смотреть красивые фильмы про любовь, мы привыкли читать книги какие-то красивые, с красивыми историями. И нам очень обидно, что мы ждем, мы ищем, мы верим, а в жизни так не происходит. Но, не знаю, мне кажется, наверное, все-таки где-то должен быть какой-то ваш принц, так сказать, да. И я все равно всегда верю, не знаю, в какую-то вселенскую любовь, в принцип, что бывают такие вот прямо идеальные люди. Ну, возможно, вы, если будете очень в это верить, все-таки вы когда-нибудь встретитесь своего человека рано или поздно. Мне, конечно, тоже очень печально от того, что мужчины мельчают. Да, и это печально, но это так. Ну, и третья часть вопроса. Может быть, по-моему, лучше матриархат? Ну, в общем, да, было бы интересно слушать твое мнение. Нет, по мне матриархат не лучше. Я не хочу быть главной в паре, хотя мой муж все время говорит, что я хочу быть главной в паре, я хочу командовать и решать. Но в идеале, конечно, я хочу, чтобы мужчина был сильный, стеной, как я сказала, надежный, да, а я уже такая вот девочка хорошая при нем. Ну, опять же, например, как штабный муж, он хочет быть боссом, он хочет быть главным. Вот. А я просто должна со всем соглашаться и радоваться каждому ему решению. Я с этим тоже не согласна, потому что я считаю, что все-таки решения люди должны принимать вместе или, по крайней мере, прислушиваться к друг другу. То есть такое, что мужчина, если он главный, он стена, значит, он все решает, это тоже некрасиво, получается, что женщина просто опускается ниже плинтуса вообще, ее мнение ничего не значит. То есть для меня это тоже неподходящий вариант. Как говорится, мужчина голова, а женщина с шеей, поэтому без шеи голова тоже работать не будет. И я считаю, что официально должен быть главный мужчина, но скрытый управлятор и манипулятор – это женщина. Но внешне всем люди должны показывать, что у них в семье главный мужчина. А что уж там из-под тяжка будет женщина делать, и как над ним скрыто командовать, и быть главной, ну, по крайней мере, зная это для себя самой, это уже дело ихнее. Вот такие дела. Я надеюсь, что мой ответ был достаточно раскрытым, что я думаю на этот счет. Все-таки, если вдруг какие-то мужчины смотрят это видео, мужчины, становитесь уже мужчинами снова. Мы по вам очень скучаем. Не переходите в наш лагерь. Будьте сильными и надежными, и самыми лучшими, и самыми любящими, верными, и классными. А женщины, не приходите в лагерь мужчин. Перестаньте быть сильными. Будьте слабыми, будьте женственными, будьте красивыми, позитивными и радостными. Дарите ваше женское тепло, женскую энергию. А мужчины тогда станут мужчинами. С вами была Элина, увидимся в следующем видео. Если у вас есть какие-то еще ко мне вопросы, обязательно пишите, я на них постараюсь ответить. Пока!